АПОЛОН 1972 год. НАСА готовится к очередному запуску по программе АПОЛОН. 17-я миссия должна повторить подвиг своих предшественников – высадиться на Луне. В назначенное время АПОЛОН-17 отправляется в путь. Он успешно совершает полет и возвращается на Землю с ценным грузом – образцом лунного грунта. Но мало кто знает, что астронавты чуть не погибли. Экипаж в буквальном смысле разминулся с мощнейшей солнечной вспышкой. Луна беззащитна перед ударами Солнца. У спутника Земли нет магнитного поля, способного защитить его поверхность. Если бы губительный солнечный ветер настиг людей, когда они делали свои первые шаги по Луне, никто из астронавтов не вернулся мы. Жизнь на земном шаре возможна только благодаря магнитному полю. Но последние исследования показали – оно слабеет с каждым днём. Учёные всего мира пытаются понять – почему мы теряем свой щит? Если оно упадёт до нуля, то оно с вами может, так сказать, не поздороваться. Что такое магнитное поле Земли? Считается, что одновременно с рождением нашей планеты в её недрах заработала динамо-машина, которая стала вырабатывать электрическую энергию. Земной шар – это гигантский магнит с двумя полюсами. Силовые линии вырываются из южного и уходят внутрь планеты на севере, образуя магнитосферу. И переоценить значение магнитного кокона невозможно. Магнитосфера образует так называемый магнитный щит нашей планеты. Магнитосфера держит заряженные частицы ионосферы. Ионосфера держит атмосферу. Атмосфера предохраняет нас с вами от губительного влияния жёстких космических излучений и ультрафиолета из космоса. Все живые организмы на планете обладают электромагнитным излучением. И человек не исключение. Он, как мощный генератор, беспрерывно производит энергию. То есть это не то, что какие-то таинственные процессы. Они измеряются. Они измеряются каждый день миллионами, миллионов раз. Значит, первое, что нам известно, это электрокардиограмма. Правда? Это электрическая активность сердца. Она измеряется. Значит, следующее, то, что наиболее известно, это электроэнцефалограмма. То есть электрическая активность нашего мозга. Значит, точно так же в науке используется электромиограмма. Электрическая активность мышц. В феврале 2004 года в наркологическую больницу Екатеринбурга поступил пациент. Техий алкоголик по имени Гена тот был завсегдатаем. Врачи пытались вывести его из очередного запоя, но безрезультатно пациент умер. Казалось бы, случай для подобных медицинских учреждений рядовой. Ну, пациент ничем не отличался от других. То есть неоднократно проходил лечение. Лечился чаще всего от запоя алкогольного. То есть и это был очередной раз, очередной запой. То есть он чем-то определённым не отличался от других пациентов. То есть такой же, как все. О пациенте, возможно, бы вскоре и забыли, если бы не удивительное происшествие. На медицинской каталке, на которой скончался Геннадий, остался отпечаток человеческого тела. Такая же каталка из того же материала, сделанного из алюминия. Вот здесь были очертания зубов, как бы с самого сверху. Очертания сначала головы, потом очертания зубов, потом очертания языка. Здесь грудная клетка, то есть ребра. Потом было видно чётко очертание сердца. И всё. То есть полностью всё это было где-то до верхней трети ног. След был настолько отчётливым, что на нём, словно на рентгеновском снимке, можно было рассмотреть все внутренние органы человека. Отпечаток в точности повторял строение организма покойного. Остались там его стереть, он сложно стирается, но очертания как были, так и остались. То есть и спустя даже вот потом эти институты убрали, спустя год или два очертания так же и были. То есть и они не смывали, что интересно. Исследовать феномен попросили физиков. Образцы краски с загадочных носилок передали специалисту местного физико-технического института Александру Плеханову. Специалисты и по магнитному резонансу, и вообще по магнитным свойствам. Мне понятно было, что изменение центров окраски, оно, конечно же, безусловно, будет связано с изменением парамагнитных свойств. Но тут учёный столкнулся с загадкой. Каталка была сделана из алюминия, а этот материал совсем не обладает магнитными свойствами. Когда странный рисунок отсканировали и полученные результаты собрали в трёхмерную модель, исследователи были шокированы. Они определили, делая определённые исследования, они определили, что была записана определённая информация. Как потом уже показали они, после отсутствия, то есть данные, очертания человека были в виде саркофага. Беспрерывные электрические процессы идут в организме человека на протяжении всей жизни. А в момент смерти происходит очень мощный выброс энергии. Это можно сравнить с сильнейшим замыканием. Возможно, это неизученная сила и оставила отпечаток на носилках екатеринбургского пациента. Может, оно происходит часто, но просто никак никто не фиксировал. Если бы у нас умирающих кладили на слой рентгеновской плёнки, и там бы, наверное, мы регистрировали подобные эффекты. Когда скончалась моя мама, все серебряные ложки почернели одномоментно. Мы перед этим лежали серебряные ложки, они были совершенно нормальные. На следующий день, не открывая ящик, чтобы достать ложку, они абсолютно чёрные все. После смерти магнитное поле человека не исчезает мгновенно. Оно будет ослабевать постепенно, пока не превратится в ноль. Этих людей в шутку называют фотографами ауры. Технология, которую они используют, позволяет увидеть электромагнитный портрет каждого. Специалист снимает показания с пальцев пациента. Полученную информацию обрабатывает компьютерная программа. На финальном снимке видны слабые стороны организма, недомогания и опасности, которые ему грозят. Наше здоровье полностью зависит от влияния электромагнитных факторов среды и, прежде всего, геофизических факторов. И как Земля реагирует на космические процессы вулканами, извержениями, цунами, землетрясениями. Точно так же наш мозг, наша автономная нервная система очень чутко на это реагирует. Каждая клеточка нашего тела, она реагирует на все то, что происходит в космосе. Наша планета жива, пока окружена магнитным щитом. Солнечный ветер, направляясь к Земле, упирается в силовое поле и прорвать такую мощную оборону уже не может. Он огибает земной шар и уходит далеко в космическое пространство. Но бывают дни, когда звезда проявляет такую активность, что устраивает на планете настоящую катастрофу. Солнце – это газовый шар такой, раскаленный. Вот такие эти пузырьки, ну не пузырьки, а сгустки усиливающиеся в магнитном поле, как пузырьки в кипящей воде, всплывают на поверхность, и эта энергия, скопившаяся в этих сгустках, она выделяется взрывообразным образом, получается солнечная вспышка. Такая вспышка сравнима с термоядерным взрывом колоссальной мощности. Высокоэнергетические частицы на бешеной скорости вырываются в межпланетное пространство и достигают Земли за несколько часов. Удар принимает на себя магнитное поле. Оно вздрагивает и деформируется. Именно это колебание и называют магнитными бурями. В такие дни в сводках метеорологов появляются сообщения о неблагоприятных погодных условиях. Обитатели планеты чувствуют недомогание. Техника начинает сбоить, а может и вовсе выйти из строя. Фактически это космическая радиация от солнечного ядерного реактора, в некотором смысле. Возрастают потоки магнитосферной радиации. Все это влияет на спутники, на радиосвязь. Причем сильно влияет. В 1989 году произошла одна из самых мощных вспышек на Солнце. Тогда звезда показала, насколько мы беззащитны перед ней. Буквально за минуты сгорело все оборудование на электрических подстанциях североамериканского континента. На несколько часов во тьму погрузились заводы и жилые кварталы. Это было действительно очень сильное магнитное буря. Сгорел один из основных ключевых трансформаторов сети, а это восток Соединенных Штатов, северо-восток и Канада. Это самый промышленно развитый район. Там сложность сети очень высока и нагрузка. И пошло веерное отвлечение. Вот несколько миллионов людей остались без света. На нашу планету потоки повышенной радиации проникают только в районе полюсов. Тогда небо озаряет полярное сияние. Это восхитительное зрелище – признак смертельной борьбы земного шара и космоса. Заряженные частицы солнечной плазмы проникают в верхние слои атмосферы и взаимодействуют с молекулами газов, заставляя их светиться. Чем выше солнечная активность, тем чаще и ярче сполохи на небе. Самые мощные из них фиксировали в своих дневниках древние астрономы. Сегодня эти записи – своеобразный учебник для тех, кто исследует магнитное поле Земли. Как это было раньше в просвещенных монастырях, когда просто видели полярное сияние, записывали. А сейчас мы просто привязываем это все к тому, что магнитное поле в то время претерпевало изменения и так далее. То есть просто наводилась вот такая наблюдательная, визуальная статистика. В середине сентября 2003 года жители Москвы наблюдали необычную картину. Ночью небо вдруг слабо засветилось, словно кто-то выплеснул над столицей разбавленную зеленоватую краску. Непривыкшие к подобным явлениям жители Центральной России не верили своим глазам. Это полярное сияние. Нехарактерное для этих широт природное явление появилось из-за сильнейшей магнитной бури. Но еще более удивительным кажется полярное сияние на экваторе, которое неоднократно наблюдали в 2000 году. Это еще один признак того, что магнитное поле планеты теряет свою силу. В самых неожиданных местах радиация приближается к верхним слоям атмосферы, а в годы солнечной активности разрушительные потоки могут добраться и до земной поверхности. Проявление солнечной активности и связанность с ней магнитной бури это такие аномальные усиления вот этой межпланетной среды. Ну, во время солнечного максимума их много, во время минимума их мало. Активность Солнца меняется примерно раз в 10-12 лет. Почему эти периоды неравномерны, наука ответить не может. Ну, считается, что солнечный максимум будет где-то в 12-13 году, вот этот максимум этого горба солнечной активности. Дальше будет спад. Когда уж там этот спад придет к нулю, это невозможно предсказать. Ну, примерно ясно, что это 11 лет. Сегодня за магнитосферой наблюдает множество космических аппаратов. Сверхчувствительные устройства стоят и на земных станциях. Сегодня мы видим достаточно сильное возмущение, причем по трём компонентам. И можем уже с уверенностью сказать, что сейчас эта буря имеет место быть. Архив геофизической станции «Барок» – личная медицинская карта Земли за последние 50 лет. Здесь собраны сведения обо всех недомоганиях и периодах хорошего самочувствия планеты. Станция расположена в Ярославской области в своеобразном магнитном заповеднике. Вдали от оживленных трасс и электрических помех. Только в таких условиях можно прочесть подлинные показания магнитного поля Земли. Мы имеем некую картину представлений, глобальную картину об изменении магнитного поля по земному шару. Сейчас это примерно более 100 станций. Эта более 100 станций работает по программе «Интермагнет». В этих небольших домиках, похожих на обычные поселковые постройки, суперточное и современное оборудование. Некоторые из зданий нашей камере даже пришлось снимать издалека. Приборы сразу почувствуют приближение металла и обязательно дадут сбой. Искаженные данные тогда могут отразиться на всей глобальной системе. Такая точность соблюдается не случайно. Ведь именно изучение магнитного поля Земли, возможно, в будущем станет ключом для прогнозирования катастроф. Во время последнего землетрясения в Японии датчики в обсерватории зашкаливали, фиксируя мощное возмущение магнитосферы. Совпадение это или закономерность, ученые пока точно не знают. Но связь есть. И надо понять, какая. Может быть, мы не знаем какого-то еще более общего глобального механизма, который управляет вообще всеми этими процессами. Может быть, это какие-то космофизические, астрофизические процессы, которые мы, в общем-то, изучаем. Но вот в данном случае, на мой взгляд, по сути дела, вот такой прямой взаимосвязи, что вот мы можем, что если буря где-то произошла, нам следует ждать где-то, так сказать, землетрясения, этого нет. Могут ли изменения магнитного поля быть предвестниками или даже причиной катастроф? На этот вопрос пытаются ответить и палеомагнитологи. Они изучают историю магнитных изменений на планете. Этот прибор весом более полутонны не случайно подвешен к потолку. Он измеряет магнитное поле древних образцов. В этих катастрофах создается магнитное поле порядка 20 тысяч раз сильнее, чем земное магнитное поле. Специалист лаборатории готовит образец для измерения. Обычно это крошки пород лавы. На них миллиарды лет назад планета записала основные параметры магнитного поля в момент извержения. Все видели, как лава вытекает из вулкана. Она вся горячая, раскаленная, жидкая. Потом она начинает застывать, в твердое состояние остывает. Так вот, при температуре, когда она проходит температуру порядка тысячи градусов, происходит застывание, образование магнетита. В момент затвердевания лавы, крохотные магнитики, которые в ней содержатся, запоминают направление и величину поля. В лаборатории собраны образцы с разных концов света. Изучая их, специалисты составляют биографию планеты. Магнитное поле за три с лишним миллиарда лет несколько раз наращивало мощь. И падало практически до ноля. Вот только почему это происходило, неизвестно. Наиболее интересным, пожалуй, свойство магнитного поля, которое было обнаружено, это свойство, что оно меняет свою полярность. В то же время. Инверсии, так называются смены магнитных полюсов, на планете случались тысячи раз. За это время магнитное поле Земли успевало полностью исчезнуть и появиться снова. И каждый раз это заканчивалось катастрофой. Когда полюса перемещаются, или возникает даже несколько полюсов, они попадают в район экватор. Почему это опасно? Потому что в этом случае солнечный ветер он бьет прямо в расположение полюса. И солнечный ветер, в принципе, может попадать очень глубоко в магнитосферу Земли. То есть это приведет к резкому увеличению радиации. Это приведет к резкому увеличению действительно магнитных бур. Это приведет к такой дестабилизации магнитного поля на поверхности, что живые организмы, несомненно, это заметят. Магнитный плюс и минус планеты постоянно дрейфуют. Полюса магнитные не совпадают с географическими. Еще 20 лет назад Северный всего на 20 градусов был отклонен от оси Земли в сторону Канады. Но вдруг начал смещаться в сторону России. Куда он упадет в следующий 50 лет? Это все равно, что предсказывать. Дождь через месяц, в общем. Можно угадать, конечно, а можно и не угадать. Профессор Института океанологии Александр Городницкий много лет посвятил изучению магнитного поля. По поводу загадочного дрейфа полюсов у него есть своя теория. Магнитные полица всегда стояли на месте на протяжении, во всем случае, 500 семейских последних миллионов лет. А дрейфовали континент. Литосфера, твердая оболочка нашей планеты, подвижна. Перемещается она из-за процессов, происходящих в океанах. Под толщей воды планету опоясывает срединно-океанический хребет. В этих местах плиты либо сдвигаются, как, например, в Тихом океане, либо расходятся. Это в Атлантическом. Процесс сопровождается выбросом огромной порции магмы из недр Земли, образующей новые участки океанического дна. В океане, скажем, входит магма в ось хребта и намагничивается по направлению того поля, которое было тут минус, тут плюс. Потом океан раздвигается, проходит время, входит другая порция, а поле уже поменяло знак. Если эта порция первая была положительная, намагниченная, то вторая будет отрицательная. Значит, тут черная полоска, белая полоска. И таким образом поле океана, дна океана, оно полосатое, как зебры. Карта мира все время перекраивается. Неизменными остаются только положения магнитных полюсов. Постепенно под ними оказывается новая часть суши или океана. Сегодня можно предположить, как изменится лицо планеты, например, через 30 миллионов лет. Я могу предположить, что Байкал расколется и превратится в огромный океан. Восточная часть нашей страны уплывет вместе с этим океаном. К сожалению, не причинится к китайской платформе. Как бы нам не было это грустно. Значит, там будет мировой новый океан. Второй океан возникнет, по-видимому, там, где сейчас мертвое море. Израиль делится от своих арабских соседей, кончится Интифада, и он и все делится от Аравийского полуострова. К немецкому присоединится Синайский полуостров. Смены магнитных полюсов, как в летописи, записаны на океаническом дне. Прочесть их ученые смогут и через миллиарды лет, если жизнь на планете сохранится в привычном для нас виде. Полосатая магнитная карта океана словно календарь катастроф. Это картина типичная для океанических бассейнов. Вот такая Аравийское море, северо-западная часть Индийского океана уже. Вот такая зебра всюду сущена. Вот по этой зебре восстанавливает скорость раскрытия океанов и возраст океанического дна. Самый худший вариант развития событий, если магнитное поле вообще исчезнет. Из строя выйдут все навигационные приборы и коммуникационные спутники, находящиеся на земной орбите. Компасы сойдут с ума, упадут самолеты, корабли останутся без связи. Мощные потоки радиации нагреют верхние слои атмосферы и вызовут глобальные изменения климата. И уничтожат биосферу планеты. Выживут только мельчайшие организмы, бактерии или глубоководные обитатели морей и океанов. Со смещением полюсов в прошлом связывают всемирный потоп, исчезновение Атлантиды и гибель мамонтов. Все ящери, кстати, 67 миллионов лет назад просто вымерли, их не стало на Земле. И все остальное крупное. А мелочь всякая, бактерии и прочее, они сохранились в пещерах, в океане. Все живые существа, которые не смогут укрыться от удара из космоса, подвергнутся мутациям. Начнутся необратимые изменения на клеточном уровне. Перестроится ДНК. Но эволюция так устроена, что абсолютной смерти не бывает. Биосфера может мутировать, неожиданно обзаведясь новыми видами. Прежде всего, это радиационные моменты, моменты, связанные с воздействием энергичных частиц на живые организмы. И здесь, конечно, выживает тот, у кого так или иначе, вот, эволюционно, возможно, возможно, как-то генетически. Значит, вот есть некая предрасположенность к большему уровню радиации. Но мутации, скорее, счастливая случайность, которая выпадет на долю некоторых. Большинство видов умрет от страшных болезней, еще до наступления абсолютного магнитного нуля. Когда бактерии помещали в такое магнитное поле, то через 72 часа бактериальные организмы размножались в 15 раз медленнее, чем при обычном значении. У птиц начинались нарушения нейромоторики, то есть нарушения управления движением. Вот. У грузунов был нарушен обмен веществ. Если же животные продолжались держаться в таком магнитном поле, то возникало бесплодие и уменьшалась общая продолжительность жизни. И произойти это может не через тысячи лет, а уже в ближайшие десятилетия. К такому выводу после обработки спутниковых данных о перемещении магнитных полей за 20 лет пришли сотрудники Парижского института Земли. С магнитным полем тесно связана ежедневная жизнь всех существ на планете. Интересное наблюдение. Животные на пастбищах всегда ориентируются по силовым линиям поля. Планетарный магнетизм чувствуют и насекомые. Термитники и термиты располагаются непосредственно поперёк силовых линий магнитного поля нашей планеты. Если поставить мощное магнитное поле, экранирующий термитник, то расположение термитов становится совершенно хаотичным, беспорядочным, более того, он теряет ориентацию в пространстве. Собственный магнитный ориентир есть у рыб. Им они пользуются во время длительных путешествий. Например, европейский угарь, который живёт в Саргасовом море, в период нереста пересекает всю Атлантику, чтобы попасть в устье Немана на Балтике. И самое удивительное, его мальки потом возвращаются самостоятельно обратно. Как он ориентируется в океане? Вот было предположение, что у рыбы есть специальные магнитные рецепторы, которые позволяют биологически, которые позволяют ей чувствовать магнитные силовые линии. Смещение магнитных полюсов действует на морских обитателей. Защитникам животных приходится то и дело спасать китов, выбросившихся на берег. Но проходит время, и морские млекопитающие, словно зомбированные, снова оказываются на том же месте суши. Это одно из доказательств того, что магнитные полюса, а вместе с ними и силовые линии, смещаются. Изменение магнитных линий, к сожалению, для таких морских животных, как киты, кашироты и дельфины, вполне может служить причиной их массовой гибели. Представьте себе, что ваша магнитная линия, по которой вы плавали столетиями, ваши предки и ваши потомки будут плавать, вела, допустим, в залив, где было много корма. Вот теперь эта магнитная линия сбилась и приводит на берег. Животные следят магнитной линии и выбрасываются на берег. Такое странное поведение животных говорит о надвигающейся катастрофе. Они чувствуют изменение магнитосферы. Существует теория, что за некоторое время до цунами и других природных катаклизмов происходит резкое изменение магнитных силовых линий нашей планеты. Поскольку животные это прекрасно чувствуют, то у них начинается совершенно нехарактерное поведение, нарушение ориентировки в пространстве, резко агрессивное поведение, попытки выбраться из замкнутого пространства наружу. 31 декабря 2010 года в разных концах света люди стали свидетелями шокирующего зрелища. С неба внезапно начали падать мертвые птицы. Мор пернатых сначала произошел в Америке, в штате Арканзас, а потом на протяжении недели явление повторялось в Канаде, многих странах Европы и в Китае. Никаких признаков болезни или отравления ученые, которые проводили экспертизу, у пернатых не обнаружили. Но очевидцы рассказывали, птицы не просто умирали на лету, они метались в воздухе, врезались друг в друга и погибали от удара о землю. Они вели себя так, будто внезапно ослепли. Были даже предположения, что птицы стали жертвами испытания неизвестного оружия. Если логично обратиться к опыту, который провели французские исследователи, они взяли небольшую группу дроздов и обучали их искусственным магнитным полем, которое было направлено поперек магнитных силовых линий Земли. После чего они их выпустили. Первый день птицы летели в совершенно другом направлении, не характерном для их миграции, а на второй день направление миграции восстановилось. То есть их магнитный комплекс снова сработал так, как это необходимо. Точно так же пернатые могут реагировать на естественные бури. Когда магнитное поле успокаивается, постепенно восстанавливается и ориентир. Но похоже, что при загадочном массовом падении птиц удар по магнитосфере был столь мощным, что продолжался несколько дней. Неудивительно, что дрозды вели себя так, будто сошли с ума. Ведь они мгновенно потеряли своё особое зрение и так и не смогли его восстановить. Факт, что они ориентируются, он однозначный, но найти орган очень трудный. Орган очень трудный найти, потому что он, по-видимому, очень мал. Потому что нужно очень небольшое количество, скажем, какого-то магнитного минерала типа магнитита для того, чтобы видеть и чувствовать магнитное поле. Что именно помогает птицам видеть магнитное поле? По одной из версий, в их организме существует неизвестная железа, которая вырабатывает магнетит. Тот самый элемент, который содержится в горных породах. Сторонники другой теории говорят об уникальной химической реакции. Птиц в глазах есть специальный белок криптохрон, который является рецептором синего света. И оказалось, что именно он взаимодействует с магнитными полями, и птицы видят магнитное поле Земли. То есть то, что для животных другого типа, в принципе, не характерно. Более того, это не характерно для человека. Также для такого восприятия у птицы есть специальная молекула суперпероксида кислорода с отрицательным зарядом. И в больших количествах эта молекула разрушает клетки. В небольших количествах она участвует в восприятии магнитных линий. И вот, судя по всему, у человека такая молекула просто-напросто отсутствует, потому что эволюция пошла по пути увеличения продолжительности жизни, а не восприятия магнитных полей. Житель Львова Юрий Пеев уверяет, что он тоже обладает особым зрением. Вот я въезжаю в аномальную зону. Для меня она как будто покрыта темным цветом. И сразу негативно сказывается на организме. Она такого сероватого цвета. Я сразу вижу такие места. То, что Юрий называет аномальной зоной, это место, где существуют отклонения от магнитной нормы. Таких гиблых зон в городе, по его словам, достаточно. И ведут они себя по-разному, в зависимости от магнитных колебаний планеты. Есть места, которые только временами. Сегодня есть, завтра нет. Некоторые места есть только днем, а ночью они пропадают. Есть наоборот, только ночью, и пропадают днем. А есть места, где негативная энергия всегда стоит и никуда не девается. На этой, казалось бы, обычной улице Львова не так давно повесили знак «Опасная зона». Хотя тут есть все, чтобы обезопасить людей. Высокие заграждения, и в основном под колесами машин оказываются пешеходы. Многие водители потом пытаются доказать, человек на дороге возник словно из-под земли. Его до последнего не было видно. А пешеход, если остается жив, клянется, что в тот момент, когда он начал переходить, на дороге не было ни одного автомобиля. Юрий Пеев говорит, в таком поведении людей нет ничего удивительного. Участники аварий – жертвы аномального магнитного воздействия. Вот, посмотрите, вот они бегают. Они идут как зомби. Вот, смотрите, перескочил. Вот так и бегают. Они просто могут бежать через дорогу. Они могут видеть автомобиль, но не понимать ничего. Могут даже и не увидеть автомобиль. Необычные способности видеть не так, как все, у Юрия появились еще в детстве. Но первое, что он обнаружил, это магнетизм. К нему вдруг легко стали липнуть не только металлические предметы, но и пластмасса, и дерево. Мне приходится их фиксировать мысленно. Не просто вешать, так они не будут держаться, а как будто мысленно их крепить. Маленький фокус. Свои способности человека-магнита Юрий использует не для развлечений. Я лечу только руками. Никаких трав, никаких таблеток и тому подобного. Я обнимаю человека, он передо мной, и получается такой магнитный круг. Я вытягиваю негатив, и на его место приходит позитивная энергия. Сам я умею избавляться от плохой энергии. Подробное изучение планетарного поля может объяснить природу необычных способностей человека. Основа всего живого – молекула ДНК, парамагнитна. Это значит, что она намагничивается в соответствии с общим полем Земли. Всех, собственно говоря, молекул ДНК, это вот в земном поле, есть такая родная частота, около полутора мегагерц. На уровне ДНК возможна связь дальнодействующая вот на этой частоте. Каждая молекула, она может излучать эту частоту, может принимать эту частоту. Возможно, когда-то люди, так же, как и животные, чувствовали магнитное поле, но постепенно эта способность за ненадобностью исчезла. Но мы постоянно находимся в магнитном поле. От него зависит наше настроение, поведение, самочувствие. Физиологи обнаружили в надпочечниках человека магнитный минерал, который подпитывается земным магнетизмом. Но не только возмущения магнитосферы доставляют нам неудобства. Дискомфорт наступает и в моменты аномального затишья. Мне рассказывали историю в нашем отряде космонавтов, когда в какие-то моменты вдруг космонавты на орбите становились очень раздражительными. Раздражительными, они переставали выполнять приказы ЦУПа, они начинали друг с другом себя вести очень агрессивно, вплоть до драк доходило, и долго не могли понять, в чем дело. А потом обнаружили. Это было в те дни, когда геомагнитное поле переставало изменяться. Такие истории, а также многочисленные эксперименты с гипомагнитными камерами показали – живые организмы вне поля не живут. И пока этот вопрос остается нерешенным, человек вряд ли соберется в далекое космическое путешествие. Если мы говорим о полете на Марс, сейчас очень популярная тема, то не всегда говорится, что если люди должны лететь на Марс год туда и обратно, вот за год они получат такую дозу радиации, которая тоже сравнима с летальной. И защититься от нее очень сложно. То есть никакой там броневая защита не поможет, потому что там воздействуют галактические осмические лучи, проникающие способности которых очень велика. Сегодня орбита Международной космической станции выбрана таким образом, чтобы космонавты оставались под влиянием магнитного поля Земли. И о любых изменениях магнитосферы они узнают одними из первых. У нас есть прогноз магнитной бури или магнитная буря началась. А эти эффекты все имеют тенденцию накопления. То есть вы можете увидеть, что началась магнитная буря и тут же что-то сделать, и тогда вы как бы защититесь от ее большей части. Вот космонавтам запрещают выход в открытый космос в таком случае. Либо, если уж очень сильная магнитная буря, а станции проходят через ту часть орбиты, которая наиболее подвержена радиации, там, бразильская аномалия, например, или приполярные зоны, тогда космонавтам говорят, перейдите на несколько часов в наиболее защищенный отсек. Люди всегда старались использовать ресурсы планеты. Построили электростанции, научились использовать энергию ветра и солнца. А какие возможности таит в себе планетарный магнетизм? Если подводная лодка имела бы такой прибор, который позволял бы ей в подводном положении, такой прибор есть у нас, магнитометр, определять напряженность магнитного поля и направление его изменения, то она могла бы без всплытия в подводном положении пересекать Атлантический океан, здесь линейные полосчатые аномалии, и таким образом неожиданно для противника появляться от других берегов, или уходить от других берегов, что, так сказать, задача сама по себе крайне интересна. В самых смелых фантазиях когда-нибудь человек создаст летательный аппарат, который будет парить в воздухе с помощью магнитных полей планеты. Именно так по одной из версий передвигаются НЛО, опровергая все законы гравитации. Летающие тарелки плавают в магнитосфере словно по волнам. Сегодня физики сумели заставить предметы парить в воздухе, именно отталкиваясь от магнитного поля. Специалист Института ядерных исследований Игорь Руднев показывает простой эксперимент с магнитом. Для того, чтобы левитация стала возможной, сверхпроводник охлаждают до температуры жидкого азота. Это минус 200 градусов по Цельсию. Когда азот перестает кипеть, это значит, что уже все окружающее имеют все окружающие предметы, которые там внутри вот этой пластмассовой кюветки, они достаточно уже холодные. Ну вот, магнит начинает отталкиваться. Я сейчас его подвешу. Вот, обратите внимание, прям как маховолшебник. Парящий в воздухе диск только на первый взгляд кажется настоящим волшебством. Сверхпроводники отличаются тем, что они выталкивают из себя магнитное поле. И понятно, если сверхпроводник выталкивает из себя магнитное поле, тогда, значит, магнит, который мы поднесем к этому сверхпроводнику, не может на него упасть. Уже поле отталкивает. Магнит есть источник магнитного поля, поэтому магнитик будет зависать. Если постоянно поддерживать температуру в кюветке, магнит сможет висеть в воздухе бесконечно долго. А если увеличить площадь проводника, то в воздух можно поднять многоэтажку. Если мы возьмем таких, ну не знаю, сто брусков, тысячи брусков, можно дом подвесить. Но и это еще не все. Магнит можно заменить любым живым существом. Почему летает магнит над сверхпроводником или сверхпроводник над магнитом? Потому что сверхпроводник выталкивает из себя магнитное поле. Он идеальный, как физики говорят, диамагнетик. Диамагнетик. Но любые биологические объекты тоже являются диамагнетиками, только очень слабыми. Правда, чтобы заставить парить человека, нужно невероятно мощные установки, вырабатывающие электромагнитную энергию. На современном этапе понадобится целая электростанция. Поэтому пока ученые поднимают в воздух только мелких существ. Первой взлетела лягушка. ее поместили над сверхпроводящей катушкой и земноводное зависло в воздухе. Такие же эксперименты проводили над насекомыми и ягодными плодами. Эффект всегда повторялся. Левитируют предметы строго на одной высоте. А способы опускать их вниз или заставить подняться выше, пока не открыты. Объект будет в той области, в которой он находится. То есть он либо висит в этой области, либо он не висит и ничего другого. То есть он может зависать, может висеть в пространстве, может вращаться, как-то там переходить от одного угла к другому. Но это все развивается примерно на площади нескольких квадратных сантиметров. Все, выше, ниже ничего не получится. Эксперименты с левитацией это не просто забава. В наши дни уже существуют поезда на магнитных подушках, которые в буквальном смысле летают над землей с невероятной скоростью почти 500 километров в час. И технологии постоянно развиваются. Ну, в частности, такие работы ведутся, ведутся в Германии, ведутся в Штатах, ведутся в Китае, делаются, в Японии делаются пробные, назовем их так, экипажи. Сможет ли человек когда-нибудь использовать магнитное поле Земли, чтобы совершать перелеты с одного континента на другой или подниматься высоко за пределы околоземного пространства? Ну, мне бы хотелось сказать, что да, но я пока не вижу этих возможностей. Все-таки магнитное поле выталкивается, но оно слишком мало, слишком мало для того, чтобы как-то наблюдать. Есть еще одна причина, по которой человек пока не может приручить магнитное поле. Слишком нестабилен этот источник. Да и Солнце часто преподносит землянам неприятные сюрпризы. В 1942 году немцы в районе Баренцева моря поставили магнитное поле с магнитным взрывателем на пути британских и канадских конвоев. Значит, что такое магнитный взрыватель? Это прибор на мине, который срабатывает на приближении магнитного предмета. Так вот, в одну прекрасную полярную ночь все магнитные поля фашистские взлетели на воздух. Никаких кораблей не было. Потому что перепад напряженности магнитных вариаций был настолько велик, что он взорвал магнитные поля. Люди, чья молодость проходила во времена Советского Союза, хорошо помнят, как ночами крутили ручки своих приемников, чтобы поймать запрещенные западные радиостанции. И дело тут не только в жесткой цензуре. Просто поймать эти волны днем было нереально. Была такая фраза, есть обычный в России ночью слушать BBC вопрос, почему ночью? Ночью, потому что Солнце меньше мешает в устранении радиосигнала ночью, когда верхняя слава атмосферы более спокойна. А во время магнитной бури верхняя слава атмосферы, эта зона называется ионосферой, они настолько возмущены, что вообще коротковолновая радиосвязь невозможна. Изучая другие планеты и звезды, ученые исследуют их магнитные поля. Например, у Солнца множество магнитных полюсов, а Меркурий носит свою магнитосферу на Бекрень. Ее центр сильно смещен к северу. Полярные сияния на Сатурне длятся по нескольку дней. Вглядываясь в дальний космос, человек ищет планеты, на которых есть магнитное поле, такое же, как и на Земле. Ведь это одно из условий существования жизни. Что станет с земным шаром без магнитосферы, легко представить, просто посмотрев на ближайших соседей по Солнцу. Сестра близнец Земли Венера практически не обладает магнетизмом и планета мертва. Она выглядит, ну, такая гористая поверхность, покрыта она в основном лавой, на больших высотах, вот, благодаря фотохимии там образуются серно-кислотные облака, то есть образуется серная кислота, из которой потом формируется серно-кислотный, мощный серно-кислотный облачный слой, который, как мы знаем, сейчас уже, я говорю, что стало понятно, только в 70-х годах, что-то хоть его наблюдалось, он всегда, что он состоит действительно из концентрированной серной кислоты, это 75-85% серной кислоты. так что, видите, богиня красоты на самом деле, скорее представление преисподней. Мощным магнитным полем когда-то обладал Марс. Планета была настоящим раем, с морями, океанами, богатой растительностью и пригодной для жизни атмосферой. И, быть может, на Марсе даже успела развиться цивилизация, но планетарная катастрофа превратила его в холодную красную пустыню. что вот эта потеря его свойств обитаемой планеты произошла именно в результате какого-то такого столкновения, в результате чего он потерял магнитное поле, он значительно утратил свою атмосферу, то есть, понимаете, марсианскую люльку перевернули. Магнитное поле Луны также ничтожно мало. У естественного спутника Земли нет атмосферы, но под слоем грунта значительные залежи воды. Возможно, на Луне когда-то так же, как и на Земле, были благоприятные условия для жизни. Но из-за астероидной атаки или столкновения с крупным космическим объектом, магнитное динамо внутри лунного шарика навсегда остановилось и перестало держать атмосферу. А во время удара астероидов или же метеорита очень крупного их срывает. И в результате они могут зацепиться как вот кометные образования, летать в какой-то мере на орбите, какое-то время на орбите Земли, а потом падать на Землю. В результате, чтобы на Земле было вообще два потопа. Первый потоп был в результате срыва атмосферы Луны, а второй потоп в результате срыва атмосферы Марса. и был захвачен гравитационным полем Земли, и таким образом потом все это выпало опять на Землю. В результате у нас с вами 70% воды. Но 70% воды это очень много. Для нашего шарик это много, конечно. Все новые и новые сведения о земном шаре показывают. Историю эволюции пора переписать с учетом глобальных катастроф. Изменение магнитного поля, смена полюсов, удары из космоса. Причин может быть масса. Но очевидно одно. Все живое не раз было стерто с лица нашей планеты. А потом появлялось вновь. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова